В Мурманске стартовал новый творческий сезон, детские музыкальные и художественные школы, библиотеки и интеллект-центры уже начали проводить первые занятия для юных северян. По традиции, в начале нового сезона преподаватели творческих направлений собрались вместе, чтобы обсудить и наметить планы на предстоящий учебный год. Учреждения дополнительного образования успешно представляют наш регион на всероссийских и международных конкурсах. Гордостью прошлого года стала детская художественная школа Мурманска. Именно ее признали лучшей в России и вручили коллективу золотую медаль. У нас в школе в настоящее время работают 8 членов Союза художников России. Соответственно, весь тот опыт, весь багаж, который они накопили за свою долгую, а у нас есть еще и юные, которые тоже с радостью делятся всеми своими знаниями, умениями, навыками. После уроков в общеобразовательных школах дети могут не только научиться петь, играть на инструментах или искусно владеть кисточками, но и культурно провести время в любой из мурманских библиотек. Книжный фонд интеллект-центров регулярно обновляется. Да и сам формат чтения уже давно приобрел новую форму. Я напомню, что продолжает действовать программа реконструкции, а не ремонта наших библиотек, которые превращаются в интеллект-центры. И мы уже выходим, так скажем, на финишную прямую, потому что у нас осталось из 30-25, мы уже модернизировали, осталось всего 5. В учреждениях дополнительного образования областного центра занимается более 3000 учащихся. А это значит, что у каждого ребенка в городе есть возможность испытать свои силы в творчестве и найти скрытые таланты.